Всем привет! В ноябре прошлого года в Приморье прошел ледяной дождь. На следующий день я схватил камеру и пошел снимать это чудо природы. Кадры с обледеневшими деревьями будут фоном. Разговор пойдет об агитации и пропаганде. Эту тему планировали разбирать на кружке. Были также предложения рассмотреть книги Сергея Георгиевича Карамурзы. Что можно использовать для агитации пропаганды? Какие книги? Какие средства? Я решил поговорить об этом в ролике. Для начала упомяну роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?». Он был написан в 1969 году. Поднял целую волну обсуждений. Издательства отказывались печатать роман. В конце концов его издали в Минске. И за короткий срок его расхватали. Он исчез с прилавков. Автор прошелся и по тогдашним так называемым либералам-западникам и попочвенникам. В ответ посыпались ядовитые статейки. Реакцию писательского сообщества и власти на роман можно легко найти в интернете. Но поскольку Кочетов был писателем, а не экономистом, он видел опасность разрушения монолитного советского общества только с идеологической стороны. Кочетов, как и все не экономисты, не мог понимать, что команда Хрущева начала экономические реформы, которые приведут к реставрации капитализма. А следовательно, общественное бытие непременно будет меняться и появится поколение, никак не обиженное советской властью, чьи родители не раскулачены, не репрессированы, но эти молодые люди будут готовы просто продать родину за деньги или за 100 сортов колбасы. Но он, как художник, уже видит несоответствие декларируемых ценностей и того, что на самом деле. Видит некоторых зажравшихся номенклатурщиков, их детей-мажоров и предчувствует опасность перерождения общества в целом. При этом не забывает и о старых врагах советской власти. Цитирую. «У нас есть люди, вы их еще можете встретить, которым рамки нашего общества кажутся тесными. С одной стороны, это те, у кого много денег. С другой – те, которые вместе с революцией потеряли возможность иметь много денег. Те, у кого много денег, в какой-то момент упираются головой в потолок наших возможностей применения таких денег. Автомобиль, дача, магнитофон, холодильники, вазы и ларцы, ковры и норковые шубы. И стоп. Остров в Тихом океане не купишь, гарем не заведешь, бой быков не устроишь, акции компании «Фарбен Индустри» не скупишь. Тоска по возможностям. А где они, эти возможности? На Западе. А вторые – те любую напряженность в мире воспринимают как надежду на то, что авось все еще переменится. Советская власть авось либерализируется настолько, что и вовсе перестанет существовать. Настанет эра парламентаризма, а там и до буржуазной республики рукой подать. Конец цитаты. Кочетов говорит о попытках дезориентировать и разложить советского человека через западную культуру, через их вульгарных певцов и музыкантов, через продвижение на родине устаревших дореволюционных образов и символов, связанных, например, с религией, то есть через продвижение эдакого лупка, вместо того, чтобы воспевать современный образ труженика, через раскрутку в Советском Союзе писателей, которые явно не служат делу рабочего класса. Вот какие слова он вкладывает в уста тогдашней, я ее назову, Новодворской, которая дает советы марксисту-ренегату. Как сеять чуждые идеи. Дескать, надо в своих статьях, цитата, не Маяковского отлучать от коммунизма, а тащить в коммунизм, скажем, Мандельштама, Цветаеву, Пастернака. Постепенно, пять за пятью, вытесняйте теми другими, таких, которых в лоб не взять. Литературный портрет нужен. Портрет Цветаевой. Литературный радиотеатр. Андреева. Конец цитаты. Кочетов, по-видимому, был одним из последних писателей, стоявших на страже классовых интересов рабочих. В его романе говорится и о диктатуре пролетариата, и перечисляются имена антисоветчиков за рубежом, и названия враждебных радиостанций и печатных изданий. Все они до сих пор как на ладони. Роман действительно очень правильный, идеологически кристально чистый. А поскольку он оказался пророческим, то и сегодня он актуален, как иллюстрация, как объективное отражение разрушительных процессов с приходом к власти Хрущева. Хотя об этом прямо не говорится. Зато прямо говорится о многом другом. Минусы есть, о них я не буду говорить, при желании можно найти статейки злопыхателей. А вот актуальности у романа не отнять. Поэтому, на мой взгляд, эта вещь достойна экранизации. Когда левые достаточно организуются, когда левые видеоблогеры наконец соберутся вместе, то это одна из первых вещей, которую неплохо бы экранизировать общими силами. А для начала неплохо эту вещь и прочитать. Книжку, кстати, рекомендуют самые разные люди. И историк Андрей Ильич Фурсов, он, конечно, не марксист, но все равно. И профессор Михаил Васильевич Попов, и кто-то еще из левых упоминал. Возможно, Семин или Жуков, не помню. Так что для понимания классовой борьбы на идеологическом уровне этот роман настойчиво рекомендую. Теперь по поводу книг Сергея Георгиевича Карамурзы. Ну, лично мой путь к марксизму-ленинизму начался как раз с книг Сергея Георгиевича. Путь был тернист и извилист, но примерно в середине нулевых в книжном магазине мне попался на глаза, как его окрестили тогда политический бестселлер «Манипуляция сознанием». Довольно толстая книжка, но читал ее за поем. В ней собраны антисоветские мифы, с помощью которых разрушали Советский Союз. И подробно, досконально, с учетом специфики советской экономики, эти мифы разбираются и на голову разбиваются. Если Кочетов в своем романе раскрывал работу западных спецслужб по разрушению Советской системы в художественной форме, то «Манипуляция сознанием» Карамурзы – это такой же разоблачительный материал, но в научно-популярной форме. Помню, книга произвела на меня такое сильное впечатление, что я ее покупал несколько раз и отдавал с возвратом или без возврата почитать своим знакомым. Есть и сокращенный вариант этой работы – что-то вроде «Краткий курс манипуляции сознанием» – тоже бронебойная книжица. Второй труд называется «Потерянный разум» и его можно считать духовным наследником манипуляции сознанием, своего рода продолжением, не менее сильным. Материалы из обеих книг можно смело использовать в спорах с антисоветчиками. Повторюсь, что читал я эти работы более 15 лет назад. Но именно они помогли понять, что советский строй разрушали долго и целенаправленно. На Яндекс.Дзене наткнулся на хейтерскую статью о Карамурзе. Дескать, никакой он не коммунист и даже антикоммунист. Ну, я уверен, что те, кто был уже в сознательном возрасте, в середине нулевых, и интересовался политикой, помнят, что книга «Манипуляция сознанием» была на слуху, и она явилась неким откровением для интересующейся молодежи. Она обличала разрушителей капиталистов, которые в книге названы демократами, и одновременно защищала советский строй с цифрами на руках. Ну, а когда человек что-то из себя представляет, когда вносит существенный вклад или в развитие левых идей, или в защиту социалистического строя, на него обязательно будут нападки. Потому что нет идеальных людей, идеальных философов и экономистов. У Карамурзы есть и другие работы, например, «Белая книга реформ» в соавторстве с Глазьевым, в которой приведены графики по разным экономическим показателям, взятые из статистических справочников. В общем, указанные работы Сергея Георгиевича рекомендую как вспомогательный материал для спора с антисоветчиками, но не как теоретическое пособие продолжателя марксизма-ленинизма, потому что Карамурза не продолжатель. Он просто зафиксировал те приемы, с помощью которых разрушали страну, и вывел разрушителей-лжецов на чистую воду. И в заключении хотелось бы поговорить о гипотетическом медиаресурсе, предназначенном для агитации и пропаганды левых взглядов. В качестве позитивного примера возьму проект «Научи хорошему». Это идеалисты, которые опираются, к сожалению, на лженауку КОБ, концепцию общественной безопасности. Но они создали свой ресурс, который называется «Киноцензор» и отличается от «Кинопоиска» тем, что объединяет всех, кто поддерживает так называемые традиционные семейные ценности. Проще говоря, фильмы там оцениваются именно с позиции человека, которому осточертели льющиеся с экрана телевизора кровь, насилие, мат, наркотики, пошлость и так далее. Таких людей становится все больше, а левые блогеры совершенно упускают из внимания культурную повестку. Вот говорят, что среди левых много программистов. Есть даже такой ресурс – техноком. Почему бы им или кому-то еще не сделать сайт, подобный киноцензору, и не заполнять его нашим содержанием? Стараться оценивать произведения с классовой позиции, там, где это уместно. Пусть там будет раздел «Кино с прикрученными правильными рецензиями». Да вот взять хотя бы того же Карамурзу и его анализ города Зеро из книги «Манипуляция сознанием». Или «Иронии судьбы» из книги «Потерянный разум». Или, например, под фильмом «Чернобыль» прикрутить видеоразбор Сёмина, а под фильмом «Движение вверх» – разбор Бэткомедиана. И оценка у таких фильмов соответствующая – кол, а не как на кинопоиске. Пусть там будет собрана вся классическая литература – русская, зарубежная и советская, которая издавалась в Советском Союзе. Пусть будет советская критика. Пусть будет полное собрание сочинений Ленина. Чтобы человек мог зайти на сайт и сразу не только найти фильм, книгу и краткое описание, но и скачать себе на планшет или компьютер, или хотя бы перейти по ссылке и скачать. Чтобы он видел правильный разбор произведения и сам что-то мог бы написать в комментариях. Чтобы сам мог добавить в базу какое-либо произведение, как это делалось на почившем имханете. А еще есть такой ресурс как Фантлаб, который давно вышел за пределы одной лишь фантастики. То есть если мне надо посмотреть биографию или библиографию какого-нибудь писателя, который написал в своей жизни хоть одно фантастическое произведение, я пойду на Фантлаб, а не в Википедию. То есть и от Фантлаба можно позаимствовать некоторые фишки. Такой ресурс мог бы стать и новостным агрегатором, как сейчас говорят. Если такой ресурс создадут, лично я готов поучаствовать в его наполнении. Мне кажется, он был бы неплохим подспорьем для агитации и пропаганды левых идей. На этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok